Всем здравствуйте! Говорим сегодня про форумы, специальные задания для студентов, которые все преподаватели, кто работает в моду, конечно же, знают. Когда мои студенты обнаруживают задания в форуме, то примерно вот такая реакция. Опять эти форумы. Почему? И что думают студенты в тех анкетах и разговорах, которых я собирала? Во-первых, сама форума для них не очень привычная. Говорят, форумы не для Z, они привыкли к быстрым, реактивным диалогам, где они сразу получают обратную связь. Также они не видят в этом задании никакого смысла и пользы. Вопросы, которые предлагаются, не мотивируют их на ответы. Соответственно, все, что они делают, они делают в большей степени для галочки. А уж тем более читать ответы одногруппника по этому уже не мотивирующему вопросу им в целом неинтересно. То есть, по сути, они воспринимают эти задания как некий текст в пустоту. И расценивают это как то, что преподавателю просто лень придумать интересное задание. У него нет времени. И, в общем-то, все равно, чем занимается студент. Поэтому вот такое задание для отписки предлагается. На самом деле мы, конечно, с вами знаем, что это не так. Придумать задание в форуме достаточно сложно, как и любое другое задание. Вот несколько советов, не знаю, рекомендаций или просто комментариев, которые я получила в личном опыте, пытаясь формулировать хорошее задание. В первую очередь, это касается любых заданий, не только форумов. Мы говорим студентам, зачем мы предлагаем это задание. Причем я бы сказала, что раньше это не было принято. Преподаватель никогда не объяснял, для чего мы делаем это задание, почему он методически выбрал именно его, каких образовательных результатов мы добьемся. То есть это всегда было в уме преподавателя, но никогда не эксплицировало студента. Сегодня очень важно для, особенно бакалавров первого года, которые к нам приходят, совсем другие ребята по характеру, очень важно эти вещи эксплицировать. То есть проговаривать, почему мы выбираем форум для этого задания и какой образовательный результат мы хотим получить. какая польза будет для ребят от того, что они сделают это задание. Например, они научатся создавать текст, или они научатся аргументировать свою позицию, или они научатся определять, выявлять проблему, выделять важное второстепенно, или научатся оценивать. Не важно, что это будет совсем небольшой шаг, но для ребят важно знать, что они получат, для чего они это делают и где это может приходиться. Далее, действительно нужно показать, что вам не все равно. Конечно, вам не все равно, но все может восприниматься совершенно иначе. Как показать, что вам не все равно? В первую очередь, по форумам, это когда вы даете обратную связь, чтобы это действительно не воспринималось, ну, как некий текст в пустоту. Просто оценка в баллах или зачетом не является для студентов обратной связью. Для них это является, что вы отправили делать их задание и оценили, в общем-то, по каким-то загадочным критериям. И все, на этом все. А вот если вы предоставляете обратную связь, то тогда и выполнение самого задания на форуме студентов будет совершенно иного качества. Как организовать вот эту обратную связь? А что можно предложить? В первую очередь, мы можем написать эту обратную связь сами. Хотя, если подумать, что у нас поток, например, 100 человек или даже 50 человек, у нас несколько форумов, то писать самому — это слишком большие затраты времени для того, чтобы показывать, что нам не все равно. Поэтому для, например, больших потоков мы можем подключать студентов из других групп, например, старших курсов. В моем случае для курсов у бакалавров я подключаю студентов-магистранты. И таким образом они тренируют свои навыки аналитики и умение оценить. Для студентов-бакалавров это полноценная обратная связь по их ответу. Соответственно, они совершенно с другим настроением подходят к тому, чтобы отвечать на форум. Далее, если у нас нет студентов, которых мы могли бы подключить в качестве предпрактики или для тренировки других навыков, хотя сразу скажу, кстати, студенты, которых вы подключаете к этой оценке форума, очень ответственно к этому относится. Они действительно прямо серьезно подходят к этому ответу и вкладывают в это больше сил, чем вы, если бы отвечали сами. Еще один способ — это проговаривать общую картину ответов, как-то ее рефлексировать в начале или в конце занятия. Неважно, используете ли вы обратные модели обучения или традиционные. Если у вас каждому занятию есть какое-то форумное задание, вы можете прокомментировать, что вам понравилось, что не понравилось, в целом о чем думает группа. И здесь хорошо, если вы выделите несколько человек. Не обязательно поймем, это может быть цитат. Сказать, что это было важно, что это было интересно, что это было удивительно для вас. Это, кстати, самая лучшая реакция для студентов, когда они смогли вас удивить. Сразу наполняются гордостью. Скажу сразу, что по моему опыту я не настаиваю. Когда мы назначаем с вами взаимное оценивание работ студентов внутри одной группы, это не воспринимается как взаимная обратная, как обратная связь, которую бы хотелось бы. А это усиливает установки того, что преподавателю некогда заниматься со студентами. Хотя взаимное оценивание довольно хорошо работает со студентами более старших посадков и магистратов. С младшими я бы рекомендовала подключать студентов или давать обратную связь с самым. А далее очень важно, да, какой тип форума мы выберем и по каким критериям мы будем оценить. Это тоже касается, ну, в общем-то, любых заданий. В Мудле предлагается несколько вариантов типа форумов. На мой взгляд, самый эффективный, самый полезный для моих занятий оказался форум вопрос-ответ, когда студенты не могут посмотреть ответы друг друга до тех пор, пока не отправят ответ сами. Это создает определенную интригу, определенную тайну и мотивирует студентов выполнить задание быстрее, чтобы посмотреть ответ. Но для этого должно быть хорошо сформулировано задание, чтобы вам просто хотелось посмотреть ответы друг у друга. Далее нам предстоит выбор сделать, как мы оцениваем, с отчетом или баллом. Эти настройки тоже есть в форумах Муду. Здесь зависит от того, какие цели вы преследуете, насколько вы готовы тратить времени на оценку. Но чтобы вы не выбрали, параметры оценки должны быть заранее оговорены. То есть за что конкретно они получают зачет, за что конкретно, по каким интерфериям они получают баллы. В моих курсах эффективнее оказались баллы. Я беру совсем небольшой диапазон от 1 до 3, чтобы уйти от 5-балльной системы, в которой тоже 3 балла оценки, и чтобы студенты перестали воспринимать это как некий шаблон, четверка, пятерка и так далее. То есть у меня 1, 2 и 3. И прописано, за что можно получить каждый из баллов. Можно выбирать 10-балльную систему оценивания, можно придерживаться 5. Балл позволяет дифференцировать все-таки ответы студентов. Таким образом, они видят, что все вкладывали разные старания и получили, соответственно, разную обратную связь и разные оценки. Для них это ценно. При формулировании заданий мы, конечно, должны все время помнить, о что мы проверяем, да, какой уровень мы сейчас смотрим и хотим оценить, с какими образовательными результатами мы соотносим те вопросы, которые задают. Я рекомендую не проверять с помощью форумов уровень знать. Ну вот, например, вопросы «Назовите основные характеристики датаизма» или подобные вопросы, на которые ответы будут иметь фактическую информацию. Если только вы не хотите устроить соревнования, кто быстрее найдет. Дело в том, что на такой, на знамевые вопросы, фактические, которые очень легко найти в интернете, у студентов не будет никакой мотивации смотреть ответы друг к другу. То есть, по сути, они по этому содержанию пройдутся только один раз. «Ответят и забудут». В принципе, можно проверять форумом уровень понимать. Например, вот такой вопрос у меня когда-то был в форуме. Является ли глубокая и темная паутина синонимами или это разные понятия. Я просила аргументировать ответ. Им образом нам нужно, во-первых, найти, что такое глубокое, найти, что такое темное, разобраться с этим и аргументировать. То есть, как раз проявить некий уровень понимания. Но, опять же, смотреть ответы других студентов в таком случае им не очень интересно. Они разобрались и успокоились. То есть, круга прохождения по этому материалу, который бы нам пригодился, как преподаватель, не получается. Поэтому в форумах, конечно, лучше проверять уровни, анализировать, оценивать и создавать. То есть, просить выделять важное, просить разобрать какой-то пример по критериям, дать этому оценку, и чтобы ребята представляли уже какой-то готовый итоговый проект. Тогда возникает мотивация посмотреть, что сделать другое. Потому что каждый другой ответ своего одногруппника, он, по сути, дополняет фоновые знания студента, который он получил уже, готовясь к своему ответу. Например, в одном из своих курсов по робототехнике социальной мы рассматривали, как роботы, представленные в западной, восточной и других культурах. То есть, рассматривали вопрос, влияет ли культура на восприятие робота. И один из совершенно небольших заданий, то есть, он не является основным, он является даже вот таким дополнительным заданием. Я предлагаю ребятам посмотреть продукты медиакультуры на выбор. Это может быть рассказ, это может быть фильм, компьютерные игры, чаще всего ребята выбирают или аниме. И представить очень краткий анализ. Начиная от того, каким образ робота предстоит внешним, какие действия он совершает, этические позиции и ценности он транслирует. И, в конце концов, определить, затрагиваются ли там в этом произведении выбрано культурное представление, которое мы рассматривали, западная или японская культура, или там представлен вообще какой-то третий вариант. А также я всегда оставляю свободно, чтобы они могли представить свои комментарии, которые мысли, детали они заметили. А если мы хотим спросить мнение студентов, что достаточно часто бывает в гуманитарных дисциплинах, это действительно очень хорошие вопросы, потому что студенты, на самом деле, очень хотят говорить свое мнение. Они неожиданно понимают после школы, что их мнение важно, что можно его озвучивать, можно говорить, вот они готовы им делиться. В принципе, студенты младших курсов, вот это поколение, которое приходит, они очень открыты в плане своего мнения, они привыкли его транслировать в соцсетях, привыкли его транслировать друзьям, то есть почему бы не использовать ей такую площадку. Более того, если мы с вами правильно построим вопрос, то мы убьем еще парочку зайцев. Это то, что студенты точно изучат дополнительный материал, который нам нужен. Ведь, как правило, не все дополнительные материалы, которые мы рекомендуем, студенты смотрят. А также у ребят будет такая мотивация посмотреть ответы других, потому что узнать, что думают другие, для них всегда интересно. посмотреть, поддерживает ли их кто-нибудь или не поддерживает, или они там белая ворона, или белая ворона. Особенно для студентов младших курсов, для которых социализация, это не стремительно важно. Каким образом мы формулируем вопросы о мнении? Если мы сформулируем его слишком общим, например, как вы считаете, нужна ли цензура в интернете, то мы получим достаточно общие ответы, которые не дадут человеку прочувствовать свое мнение. Поэтому лучше, если вы начнете использовать конкретные или проблемные кейсы, то есть попросить студента ознакомиться с конкретным, лучше одним или двумя материалами, а дальше дополнить этот вопрос, вопросами, касающиеся самого материала, в частном порядке, а потом уже выходить на более общий вопрос. Например, как я сейчас смотрю, как я предлагаю сейчас студентам рассуждать о цензуре в интернете. Я знакомлю их, что Марк Цукерберг предложил вам новую систему настроек, чтобы пользователи выбирали, что они хотят видеть, а не система решала за них, и предлагаю ознакомиться с этим материалом. А также предлагаю ознакомиться с материалом TED-выступления «Цена чистого интернета», где люди, работающие модераторами, рассказывают, как они делают свою работу. И далее я предлагаю ребятам оценить, готовы ли они работать на такой работе. Теперь они уже, просматривая какой-то опыт, будут отвечать. И уже на этом опыте, на конкретных двух примерах, они могут выйти на размышления, каким образом стоит ограничивать контент, или, может быть, даже не стоит ограничивать контент. И готовы ли они вообще участвовать вот в этом вот. Вот такие вещи, просмотры через кейсы и через собственный опыт, они дают гораздо больший объем текста, как минимум, который вы получаете на выходе, и большую глубину и качество осмысления той проблемы, проблематики, которую вы бы станете. Ну и, конечно, когда мы говорим о форуме, это такое социальное пространство, я считаю, что надо всегда оставлять место для каких-то творческих решений и чувства юмора. Например, в конце курса «Доксифровая культура» я всегда предлагаю форумы, которым ребята могут поделиться своими мемами относительно любой темы нашего курса «Родина». Таким образом, я, кстати, получаю информацию, о какая тема запомнилась больше всего, что осталось вот в такой рефлексии, что осталось таким более актуальным. И, конечно же, ребята, создавая мемы, тренируют очень хорошо софт-скирс. Это же надо выбрать, подумать, смыстрить, сотворить свое послание. Конечно, чаще всего я получаю на форумах мемы про форумы. И, скажу честно, просмотр именно этого форума у студентов, он прям вот ежечасный. То есть, как только пришло удовлетворение, что кто-то выложил новый мем, они сразу же это просматривают. Вот здесь самая высокая мотивация. В принципе, я знаю, что многие преподаватели сейчас используют это и на других курсах. Это очень рабочий инструмент и очень близкий для студентов младших курсов. Поэтому, в принципе, вы можете достаточно часто использовать такое задание, как мем, по той теме, которую вы прошли. Не как основное, а дополнительное. Ну и заканчиваю юморным заданием. Вот таким же примером из этого же форума. Той тема, которая затягивает больше всего по популярности из нашего курса, это, конечно же, Science Art. Вот, спасибо. Желаю всем интересных ответов на форумах. Надеюсь, было полезно, коллеги. Всем до свидания.